Всем привет! Сегодня мы расскажем вам, как зимой в лесу, когда все заснежено в минус 10, развести костер и пожарить мясо. Ну что, поехали! Так, начинаем вытаптывать место, где у нас будет костер. Сразу скажу, что дрова из-под снега не подойдут. Нужны дрова с деревьев. Секрет в том, что если мороз, то иногда дрова подойдут сразу с дерева. А если бывает, что немножко подтаивает, снова замораживает, то тогда лучше с этих веток снять кору. И сердцевина, скорее всего, будет сухая. Потому что в любом случае мороз подмораживает эти ветки. Теперь нужно наложить веток, чтобы костер не разводить прямо на снегу. Для начала вот так вот вкладываем ветки. Это основа будет для костра. Притопчем это все. И можно накладывать нормальные сухие дрова, которые мы нашли на деревьях. Для того, чтобы развести костер, нам понадобится сухая береза. Но хотя березовая кора, она горит даже иногда в 70% в случаях мокрая. Да, я даже в дождь разводил костер однажды. У нас нож есть? Есть. Давай. Так мерзнут руки. Такой мороз. Но нельзя останавливаться, иначе замерзнешь. Уже когда разведешь костер, тогда можно отдохнуть. Дерево замерзшее. В общем, тактика такая, что начинаем костер разводить с маленького и постепенно его увеличиваем. Ух ты! Посмотри, какой костер! То, что в мороз дрова падают в снег, это ничего страшного, потому что их можно легко оттряхнуть, и они не будут мокрые. Следующая тактика заключается в том, чтобы найти подставки для шампуров. Но это делается не просто, что быстрее приготовить, а для того, чтобы из-за сильного мороза мясо тяжелее прожаривается. И поэтому лучше начать жарить уже на костре, как называется, боковое пламя. Ну и тыкаем их где-то сбоку примерно. Вот так. Вторую где-то будет здесь. Ну и что, начинаем жарить мясо. Ставим его вот здесь вот. Сбоку, поближе к костру нашего дикого зверя. А пока оно потихонечку жарится боковым пламенем, пойду я еще немножко доберу дров. Нужно регулировать пламя, чтобы мясо жарилось более-менее одинаково. И вообще, вторая хитрость моя заключалась в том, чтобы развести второй костер, который бы помогал углям в такой мороз, чтобы мясо лучше прожаривалось. Но, наверное, я в этот раз делать не буду, потому что мне повезло, что очень хорошие дрова я нашел. Если была бы более влажность высокая на улице, то так легко бы все не получилось бы. И пришлось бы второй костер разводить. Если костер сильно дымит, значит дрова сыроватые. Но даже в этом случае есть выход. Можно сыроватые дрова положить рядом вокруг костра, но так, чтобы не заслоняло приток воздуха. И тогда они будут подсушиваться во время всего этого процесса. Мясо не сгорит? На то оно боковое пламя. Конечно, с виду кажется, что может сгореть, но это не так. Я уже много раз так делал. Здесь вот сердцевина. Видно, что она мокрая. Но когда-то замерзла, чуть-чуть подсохла. Но все-таки, если не будет большого костра, то она не будет гореть. Надо постоянно поддерживать большой огонь. Тогда будет все хорошо. Можно уже переворачивать в одну сторону. Вот, смотрите, оно подрумянилось. О, холодно. Ой, жарко. Романтика. Минус 20 почти. Это у нас медовый месяц. Любопытно, что снег вокруг даже метается. А, кстати, помнишь, мы с тобой разводили три года назад? Так же. Мы когда закончили, у нас такой квадрат был. Без снега весь. Ага. А почему сейчас снег не тает? Сейчас мороз сильнее. А, ну да, мы тогда еще в свитерах были. Тогда было, наверное, ноль был, да? Ну да. Минус 10 мы с тобой первый раз с этим жарим. Пальцы на ногах немножко холодноватые. Хочу сказать, что я себя чувствую в этой одежде на 20 килограммов больше. На 20 лет старше. Уже в другую сторону дымил. Идеальную температуру, расстояние шашлыка от огня нужно выбрать так, чтобы где-то не больше пяти секунд можно было держать руку. Представьте, что ваша рука – это шашлык. Ау, обжигает. Ну вот наш шашлык. Посмотрите, внутри он прожарился. Я разрезаю показать. И тогда можно кушать. Было очень вкусно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...